НА ТРАИХ Насколько я знаю, там по чайной ложечке надо всего. Ежели бы видел ты облик невесты, то ее родивой, ты бы сразу понял, что этого сосуда недостаточно будет. Значит так, вы едете на выездную церемонию венчания, да? Аминь. А как вы объясните наличие у вас двух золотых слитков? Это? Какие же это слитки? Это крестики для молодоженов. Какие крестики? Да вот, мы же золото осветили, а сплавить не успели. Вот, надеюсь, по приезду сразу доделаю. Понятно. Сколько везете с собой наличности? Сколько Бог послал, столько и везу. Батюшка, для декларации нужна конкретная сумма. Конкретная? Да. Сколько кому не жалко было, столько и сдали. А в цифрах сколько это? В цифрах? Одному Богу известно, сколько в цифрах-то это. Батюшка, а если мы сами откроем и узнаем? А не боитесь грех на душу взять? Боимся, но если мы шкатулочку не откроем и не узнаем, что там, то начальство на нас анафему нашлет. И тут такое чистилище устроит, ой. Так что, лучше сами нам скажите, сколько там. Двести тысяч долларов. Это уже наш общак. В смысле, община собирала. Метрополит попросил вывезти, пока этот кипиш не вляжется. Откройте. Ого. Долго собирали, наверное? Дня четыре. Смелее, батюшка, смелее. Можно еще одну пачечку кинуть, ага. Жертву на ремонт таможни. Дай вам Бог здоровья. И вам тоже не хворать. А теперь, батюшка, сюда. Все остальное и вот эти недоделанные крестики. Да вы что, совсем оборзели, что ли, супостаты? Батюшка, службы у нас, конечно, разные, но принципы работы одинаковые. Ага. Ага. Подавитесь. Я себе еще заработаю. Через неделю. Да, же вы, батюшка. Может, пенца? Идите вы. Вроде как, благословил. И тоже имя. Спасибо. Да. Да. Здравствуйте. Здравствуй, дочь моя. Здоровья, счастья. Лента, порожка. Путешествий красивый. Батюшки, сейчас кризис, мы не то что в церкви, мы своим зарплату не можем выдать, поэтому извините. Нам бы тур оформить. А, то есть для кого-то кризис, а для кого-то тур оформить. А к вам нельзя на работу случайно, я... Доченька, у нас не просто тур какой-то, у нас миссия священная. А, ой, простите. То есть вы хотите по святым местам? Иерусалим, Ватикан, Вифлеем, правильно? Святые места подождут. Нам бы в Монако. Или в Лас-Вегас. Где казино получше? К... казино? Да. Хотим, если выиграем, новый храм построить? Да. Не для нас. Для прихожан. А если проиграете? Ну, то воля Божия. Значит, недостаточно молились? Или недостаточно искренне были? Угу. Или тупо не подфортило. Как в прошлый раз. Угу. Все. Недобор и недобор. Помните, Батюш? Угу. Если бы стрит-флэш с последней раздачей не пришел бы, все. Не то, что новый. Старый пришлось бы закладывать. Да. А все потому, что вера у нас сильная. Да. И карты в рясу. Хорошо прячутся. Ну, вы же понимаете, что Монако – это, ну, как бы, не дешевая поездочка. Ну, не дороже ведь храма нового. Сколько конкретно? Ну, примерно три тысячи долларов с человека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оформляйте. Мы-то рассчитывали на пять с человека. Получается, что лишние деньги у нас. Значит, шанс-то наши увеличиваются. Казинотор. Оформляйте, оформляйте. Ровно шесть тысяч долларов, доченька. По курсу, конечно, церковному. А он выше официального. А я могу задать один вопросик? А откуда у вас столько денег? Про лишних вопросов лучше не задавать. А лучше в церковь сходи, помолись и не забудь сделать пожертвование. Я достаточно ясно изъясняюсь. А? Вот и хорошо. Оформляйте. Доброго времени суток вам. Здравствуй. Сын мой. Здравствуй. Слушайте вы, батюшка, включил и левый поворот, а повернул и направо. Ну так, пути Господни неисповедимы. Так, Петрович, Петрович, давай отпустим. Ну, это ж все-таки Божий человек, проклянет еще. Перед законом все равны. Батюшка, а может у вас и аптечка имеется, а? Меня Господь Бог бережет. Вас-то да. А вдруг что на дороге случится? Как вы помощь окажете? Ну, на то воля Господа уже. Да, не прикопаешься. Так, Петрович, ну отпусти, ну не бери грех на душу. Ты что, тут стопудовых 200 гривен. Ого, 200? Да. А что так дорого? Так я же не один, я же с напарником. Батюшка, а что-то и два с алкоголем ткне. Побойся Бога, сын мой. Это я святое причастие принял. Ага, я понял. Но все равно придется вам пройти экспертизу. Я за трубочками, ага. Ой, нехорошо все это. Грешен сын мой. Грешен, батюшка. А ты знаешь, что с грешниками в аду делают? Не знаю, батюшка. А это со всеми или только с гаишниками? Со всеми. А гаишников еще и... Ну вот, что за жизнь, а батюшка? Что значит, ты взятку не возьмешь тебе? Начальство это самое. А возьмешь так тебя потом там? Батюшка, может, мы как-то договоримся? В смысле? Ну, по-людски как-то порешаем. А, ой, ну не знаю. Ну, может, как-то может. Не знаю, не знаю. Ну, я думаю, гривен 400 потянет это. А что ж так дорого? Так я ж не один, я ж с напарниками. Это... А, я тут, а там троица. Ага, ага. Ну, тогда, значит, вот. И вот это... Конечно. Замолуем. О, о. Замолуем, Славич. Спасибо. Повезло вам, батюшка. Ага. Не нашел я трубочек. Давайте, может, так. 200 гривен, та езжайте соби с Богом. А вам, а? 200. Ну, а что вы не? Вот и добре. Счастливой дороги вам. С Богом. Ага. Монашкам там привит передавайте. Да, да, да. Обязательно. Обязательно. Так, Петрович, ну иди сюда. Что такое? Ну иди сюда. Что такое? Иди сюда. Что? Это моя доля. Ты верующий? Верующий. Бог подаст. А ты знаешь, что строишники могут в ходу? На троих. О, рабочий класс пожаловал. Интересно, это врач или учительница? Думаю, это депутат приехал делать ТО в своей машине перед тем, как отдать ее в детский дом. А сам на троллейбус пересядет. Здравствуйте, рабы божьи. Такого варианта мы не предполагали. Здравствуйте, рабы божьи. Судя по зарплате, мы еще те рабы. Только не божьи, а нашего хозяина Кондратия Кондратича. Благодетствия желаю вашему из Теории. Здоровья вам, счастья. Спасибо. Что привело вас, батюшка? Вот это дьявольское изобретение. Ой, всю душу из меня высосал. Да что там душу? Сколько денег сосет он из нашего прихода? Сколько денег? Расход большой, да? Аки великий потоп. 25 литров стал жрать. Тварь ненасытная. Но это еще что? У меня-то 3,5 литра объем. У меня-то еще по-божески 25. А вот у протеерея Никодима, у него Ауди 6-литровая, В12. Так там вообще все 30. Ой, мы когда с ним едем по городу, только в два голоса молимся, чтобы пробок нигде не было. Ой. Что-то делать пробовали? Да что мы только не пробовали. Воду в бензин превращать не получается. Только вино, да вино. А не пробовали пересесть на более экономичный вид транспорта? Акстись, грешник, посмотри на нее. Это же небесная колесница. А все остальное от лука в угол. Ну да нет времени у меня на ваше просвещение. Масло поменяй, фильтра все, топливные в том числе, и свечи. Патюшка, а вам свечи какие ставить? За здравие или за упокой? Я сейчас кодилам тебе помеж глаз как дам. И тебе самому за упокойные понадобятся американские ставь. Иридиевые. Ах да, и еще. Пойдите оба сюда. Тут меня один малахольный в бок ударил. Как думаете, красить нужно? Я думаю, батюшка, красить не надо. Ударили в правую щелку, подставь в левую. Ты поумничай мне еще тут. У вас час на все про все. Патюшка, а масло какое лить? Или постное? Скоро ж пост. Я тебе анафеме передам. Слышишь меня? И тебя заодно с ним. Иконки протирать? Ты головой думай. Быстро работайте. Ну вот почему наш хозяин поставил камеру видеонаблюдения за своими сотрудниками, а он за своими нет. Вот здесь и здесь. Желаю здравствовать вам, раба Божья Надежда и Софья. Удачи вам во всех благочестивых начинаниях. От рукам вашим мучащимся толку в голове и усидчивость его братной точки. Здравствуйте, Сергей Петрович. Можно просто. Отец Сергий. Присаживайся. Спасибо. Зачем вызывали? Почему сами не переходите? Путь-то не близкий. Батюшка, визиты к вам в церковь нам очень дорого обходятся. Дело в том, что ваш сын может завалить экзамены. Ему нужно лучше готовиться. Да. Ну что ж, если нужно, значит и будем лучше готовиться. С сегодняшнего дня будем не три свечки ставить, а семь. И молиться он будет не десять раз, а тридцать. И для одежды Божьей помощи издадим ваши экзамены окуянные. Я боюсь, вот это как раз и не поможет. Он отрицает теорию эволюции. Да. Говорит, что люди произошли от Адама и Евы. Ну что ж, отрок мой от молодости может заблуждаться, ибо я не могу полностью отрицать теорию Дарвина. Я видел некоторых ваших старшеклассниц, как они косметику накладывают на себя. Поэтому действительно некоторые из них произошли от обезьян. А на физике, на вопрос, почему горит лампа накаливания, он ответил, по воле Божьей. Судя по новым тарифам, не по воле Божьей она говорит, а по воле дьявола. Тарифы-то совсем не божеские. Но самое страшное, Сергей Петрович, что он ни разу не сдал на ремонт школы. Ах, вот оно что. Скажите, рабобожья надежда, как самочувствие ваше в последние дни? Ну ничего, суставы немного ноют. При чем тут это? А вы, Софья, не жалуетесь на везение или его отсутствие? Честно говоря, если бы мне везло, я бы, наверное, тут не работала. Вот именно, о чем я и пытаюсь вам сказать. Ибо дело вы небогоугодное затеяли. А ежели бы дело было праведное, то я бы за вас там ухлопотал. А что же нам делать? Что делать? Собирать деньги на храм Божий. Сколько вы уже собрали? Десять тысяч. Не фонтан. В смысле? Фонтан хочу в резиденции построить, но этих средств недостаточно. Но и эту жертву я с удовольствием от вас приму. Побыстрее можно, ибо рука затекает. Вот, очи, возьмите. Я прошу прощения, а мы тут без ремонта системы отопления не укулеем? Не укулеете. Ибо главное – это духовное здравие. А в школу можно и потеплее одеться. До свидания. Да, собственно, главное, нужно к нему в церковь ходить, потому что его визиты сюда нам дороже обходятся. На каком основании вы преследуете нас эти долгие километры? К вам у нас пока претензий нет, а ваш водитель нарушил правила дорожного движения. И слава богу. За это предусмотрено наказание. Бог его накажет. Я могу ехать? А как мы узнаем, что его наказали? Нам нужно документально оформить правонарушение, потому что наша служба создана специально для контроля и наказания. Вы заблуждаетесь, дети мои. Это наша служба создана для контроля и наказания. А вы здесь глупостями занимаетесь. Вы в церкви сегодня были? Нет, мы преступников ловили. Вот видите, а все преступники сегодня в церкви были. Все грехи замаливали. И депутаты, и обычные воры, и чиновники. А вы все пропустили. Теперь я могу ехать? Нет. Мы должны выписать штраф вашему водителю. Пока месть, это мой личный водитель. Наказывать и прощать его буду тоже только я. Ко мне вопросы вы имеете? Да, есть один, личного характера. Скажите, откуда у вас такой дорогой автомобиль? Это прихожане мне подарили, которых вы еще не успели обворовать. Мы взяток не берем. Значит, глухаря на кого-то уже повесили. Мы уважаем права человека. Значит, супругом своим изменяете. Мы не изменяем своим супругом. У нас есть дети, и мы их очень любим. Да. А может, собачку какую ногой пнули? Скверно словите? Бухаете? Может, пост великий не соблюдаете? Блаженнейший, все мы соблюдаем. А вот он вообще вегетарианец. У нас конкурс был 15 человек на место. Прошли только самое-самое. Я тут подумал, может, вы вместо меня службы вести будете? Спасибо, у нас своя служба. Передайте водителю, что больше не нарушал. Всего доброго. Развитаю. И привидится же такое. Может, в церковь сходить? На троих. На троих. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова